Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. По традиции я прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс в YouTube, прожать лайк данному видео, написать свой маленький комментарий, друзья, а также не забываем подписываться на канал Технобар Плюс в Telegram. Желаю всем удачи, как обычно. Друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс и сегодня у нас очень интересная распаковочка вот таких вот интересных секретных пакетиков. Такого еще не было, друзья, на канале Технобар Плюс. Что же за пакетики, я думаю, некоторые зрители моего канала, которые подписаны на канал Технобар Плюс в Telegram, уже, наверное, догадались, поскольку я там в первую очередь выкладываю информацию о всех новинках, которые будут. Анонсы видео, различную информацию о скидках, ну и, собственно, контент, который из личной жизни. Много информации я не выкладываю, не хочу и не могу в каких-то моментах выложить на платформу YouTube, поэтому я ее выкладываю эксклюзивно в Telegram. Поэтому, друзья, чтобы не пропустить эту информацию, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Технобар Плюс в Telegram и, собственно, вы будете в курсе событий. Ну, а также подписывайтесь на канал Технобар Плюс в YouTube, прожмите лайк этому видео, давайте будем начинать. Итак, сегодня у нас распаковка и, скажем так, первые впечатления от таких вот интересных посылочек. А что же это, друзья? А такое, я считаю, что не на каждом тонале покажут. Вот такие у нас миниатюрные копии ножей сегодня в чехле, как видите, даже еще есть какая-то цепочка. Причем металл довольно-таки неплохой, друзья. Неплохой, сейчас я покажу вам. Вот это, конечно, кожзам, но прострочка как бы оригинальная, то есть из капроновой нитки. И посмотрим, что это за нож, как он называется, керамбит или как-то. Напишите в комментариях, друзья. Это точно его копия, друзья, как видите. И, между прочим, он, по идее, должен быть даже острый. И, ко всему прочему, он еще и из неплохого металла, друзья. Обратите внимание, вот так это все выглядит. Вот так, если его держать. Какой он по размерам маленький. Обратите внимание, с одной стороны, с другой. Довольно-таки интересная копия, друзья. Я предлагаю еще, собственно, тут чехол. Чехол, конечно, идет не из кожи. Кнопки реальные, настоящие. Кнопки довольно-таки плотненькие. Понятно, что это в качестве брелка идет. Поэтому здесь, собственно, есть вот такая вот интересная цепочка. Ну, мы ее прикрепим немножко позднее. Сейчас откладываем в сторонку. Вот чем вы поняли, нож керамбит. Были еще большой выбор ножей. Разноцветный вот такой от нож. Давайте посмотрим, что еще есть. Пакетики в сторону. Так, здесь я уже вижу нож такой в виде. Цепочка уже, кстати, другая. Кстати, кому интересно, марка. Ставим на паузу. Это вот этого топорика, марка. А предыдущего керамбита, вот такая вот здесь у нас идет марочка. Записываем. Кому интересно. А здесь у нас, друзья, в чехле довольно-таки забавный, обратите внимание, с деревянной ручкой, копия топора. Ну, чехол, понятно, тоже из какого-то дермантина, кожи молодого дермантина, как я люблю говорить. Ну, вы знаете, острый. Вот острый. Это, скажем, миниатюрные копии ножей, топоров различных. Вот, обратите внимание, какой топор, обратите внимание, какой нож. Интересно. Да? Конечно, копии умеют делать. Кому интересно, друзья, пишите, я расскажу, где я заказывал такие вещи. И интересно ли такая тематика на канале, буду еще тогда заказывать. Металл неплохой, вы знаете, толщина приблизительно, наверное, миллиметра, полтора. И чувствуется, что он там как бы не погнется, да? Вот. Хотелось бы им что-нибудь, например, вот газетку, попробовать им немножечко что-то отрезать. Так, прям, чтобы он, я не скажу, как катана наточен, нет, но режет, друзья. Видите, режет. То есть, керамбит, а топор, по идее, тоже должен вязать. Топор тоже вязать. И довольно-таки неплохо, острый. Так, керамбит, топорик, две цепочки уже есть. Еще один нож. Так, топор отдельно кладем. Керамбит отдельно кладем с цепочкой. Таким образом это все выглядит. И теперь у нас еще есть вот такой нож. Сразу же его маркировочку смотрим. Вот такой вот нож. Это все товары, конечно же, с Алиэкспресс, но с, скажем так, качественного производства. Ну, тоже такой же нож. Но только самое интересное, что он без цепочки идет. Вот такой красавец. Я не знаю, как этот нож правильно называется, друзья. Мочете, не мочете. Напишите в комментариях, как он называется. Ну, очень тоже красивый. Под деревянную ручку. Клепочка тут отшлифована, отполирована все. Также острый. И этим ножом прям можно вот что-то наточить. Карандаш или что-то в этом роде. Лезвие у него из всех тут самое большое, конечно. Вот обратите внимание, да. Вот. Таким образом это все выглядит. Топор. Топор даже меньше этого ножа. Ну, топора ручка тут другая. У этого ножа вот так вот. Это все выглядит прилично довольно-таки. По толщине, смотрите. Ну, кстати, толще, по-моему, чем керамбит. Да, по-моему, даже толще, чем топор. Да, это самый толстый металл. Наверное, под 2 миллиметра, друзья. Ну, так. Ну, этот прям такой массивный ножичек. Прикольный. Понятно, что тут и чехол в него присутствует. Ну, чехлы, честно говоря, такое себе. Но, тем не менее. Так, допустим, спрятать его в ножны. Оп. И застегнул. Все смотрится довольно-таки прикольно. Но он без цепочки почему-то. И сейчас мы распакуем еще один нож. Как я понимаю, здесь у меня должен быть. Смотрим, опять же. М-111 Style A. Давайте попробуем распаковать вот этим товарищам. Ну, знаете, остренький. Распаковывают довольно-таки резво. А что у нас здесь? А здесь у нас, друзья, тоже топор. И больше ничего, да, по-моему? Да, больше ничего. Топор идет. Но он, по-моему, идет уже другой. Да. Здесь идет топор мясника. Если это топор дровосека, по идее, да, то это уже топор мясника такой идет. Довольно-таки интересная штучка. И он тоненький, да. По металлу давайте сравним сразу же. Топор мясника тоньше. И еще и дырочка. Вот это довольно-таки отверстие, вернее, смотрится довольно-таки оригинально и интересно. Ручка толстая, но маленькая. Тут больше лезвия, видите, да? Если сравнивать топор мясника с топором дровосека. И цепочка есть. Почему-то на одном из ножей цепочки я не обнаружил. Но она должна быть везде, на каждом. Ну, довольно-таки прикольный. На подарок, друзья. Сувенир, скажем такой, на ключи. Довольно-таки интересно. Да и что-то даже, знаете, карандаш подточить. Там что-то где-то подрезать. Какие-то нитки, еще что-то. Довольно-таки неплохо. И опять же чехол. Чехол весь идет из одного и того же материала. Какой-то такой дешевый драмантин. Но, тем не менее, на котором хорошо держится кнопка. Можно застегнуть, пристегнуть. Нитки, конечно, тут зашили. Я бы получше сделал. Самое интересное, обратите внимание, что везде, в принципе, нитки зашиты неплохо. Да? Но тут как-то все сделано на... Не знаю, как даже выразиться. Так что, покультурней. Но, тем не менее, друзья. Итак, сегодня у нас распаковочка вот такого топорика. Вернее, двух топоров. Один топор. Дровосека. Второй мясника. Керамбитик. Нож. Давайте, наверное, вот так покажу вам, что хочу. Хочу все сразу показать. Керамбит. Это микрокопии ножей, скажем так. И вот такой нож. Не знаю, как он называется. Напишите в комментариях. Кстати, у него такое железо, по-моему, как и у топора для мясника. Ну, вот как-то так, друзья. Кому интересна такая тематика, пишите в комментариях. Подписываемся на канал Технобар+. Желаю всем удачи. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok